Всем привет-привет! С вами подкаст «Интроверт на кухне» от международного образовательного проекта «Правая полушария интроверта» или «Art for Introvert», можно по-разному искать. И сегодня мы с вами здесь собрались для того, чтобы поговорить о супер теме. Да, кстати, меня зовут Лиза, но я думаю, все мои хейтеры, спасибо, что вы есть, обойдите нам комменты. Они уже отключили подкаст, спасибо, что вы с нами остались до этого момента. Если вы не знаете, кто я такая, слышали подкасты только с другими участниками, то, скорее всего, готовьте уже пальцы разминать, писать о том, как меня достала эта девушка, которая всех перебивает и очень быстро говорит. А еще она, по-моему, феминистка. Итак, сегодня мы говорим о таких людях, как я. Мы говорим сегодня на тему «Токсичные друзья». Та-да-да-да! Девочки, мы очень лично представили. С нами сегодня наш психолог София. Здравствуйте! София, как правильно, кстати? София. София? Да. Всем привет, да, я клинический психолог, сексолог, вектор нашего проекта, и сегодня я тут хочу рассказать, я сюда пришла за одной целью – рассказать про своих токсичных друзей. Итак, друзья, если вы когда-либо, когда-то что-то сделали Соне, она запомнила, и часть возмездия настала. И у нас премьера на подкасте с токсичными друзьями. Про токсичных друзей! И с токсичными друзьями, потому что, ну, чего, греха таить себе. Как говорится, киньте камень у меня первые те, кто ни разу не токсил на эти людей. С нами сегодня Саша. И здесь вы спросите, кто такая Саша и где она живет? Ну, песня про Элис сейчас была бумерская шутка. Привет Глебу! Так вот, Саша – это человек, который находился во многом за кадром, по крайней мере, для подкастов, но вообще в нашей команде она уже давно, как будто всю жизнь. Саша наш, внимание, профессия 21 века – тикток-мейкер, ВК-клипы YouTube Shorts Maker. Да, всем привет! У меня тут премьера сегодня, и если Лиза сначала начала говорить про своих хейтеров, то, я думаю, я могу побороться с фан-базой Лизы, потому что я всегда, когда открываю комментарии в ТикТоке, YouTube Shorts, думаю, господи, насколько токсичных друзей у меня тут наберется. Да, спасибо, что вы есть, мы вас любим, наши токсичные комментаторы. Ну и, конечно, отдельно спасибо тем, кто пишет нам хорошие вещи. Мы очень рады, как обычно, оставлять эмоции динозаврика, если вы считаете, что меня не пора выкинуть из этого подкаста. А я напоминаю вам, вы сейчас спросите, о боже, какое длинное видение, вы уже отключили его. Итак, я специально в тайм-кодах проставлю начало. Итак, напоминаю вам, что наш подкаст имеет токсичный формат, токсичных друзей, которые собрались на кухне и сели, обсудили, используя для этого свои личные истории и не очень смешные шутки. Не очень смешные шутки, да. Поэтому, если вы хотите, вот прям про тему друзей, личных границ, как я понимаю, это очень важная тема в плане друзей, услышать такую сухую, чёткую, и сухую именно с точки зрения без личных историй, чёткую, конкретную информацию, где всё будет разложено по полочкам, то прямо сейчас переходите в описании подкаста. Там есть ссылка на курс личной границы. Вы можете бесплатно его первые семь дней смотреть, быть счастливыми, быть довольными, где всё с презентациями, со схемами, с примерами, где наши прекрасные лекторы с кучей образования, я не психолог, не знаю, какие у вас там образования, кроме базового, рассказывают о том, как выстроить личные границы, избавиться от токсик-грузии или самому перестать токсик. Прямо сейчас переходите, смотрите бесплатно, семь дней, прям супер. И после семи дней, после того, как вы, скажем так, попробовали продукт, измазали весь пробник духов, вы можете оформить подписку всего за 199 рублей. Это супер цена в честь нашего дня рождения, поэтому, пожалуйста, в честь нашего дня рождения сделайте нам небольшой подарочек, подпишитесь на нас, как говорится, дайте денюжку. Или если вам не хочется это делать, ну поставьте лайк, оставьте комментарий, нам будет приятно. Отлично. На самом деле, я хотела добавить, что да, мы говорим про токсик друзей, но давайте честно признаем, ну мы тоже иногда бываем токсиками, особенно в нашем таком очень дружном коллективе. Вы просто не представляете, насколько у нас действительно очень дружный коллектив. Все вот... Мы все врем, что мы друзья, а не просто колени. Нам просто всем комфортно быть токсиками, видимо. Да, ну то есть мы действительно иногда так черно шутим друг над другом и так далее, и мы действительно иногда примеряем эту роль токсика, но мы это делаем, хотелось сказать, любя, да, оправдывая нас же. Пипец, ты так токсично звучишь, еще и по-гумерски. Нет, на самом деле мы действительно подшучиваем друг над другом, но при этом мы прекрасно понимаем, что мы друг над другом шутим, мы над этим смеемся и так далее. Если у кого-то возникают какие-то неприятные эмоции, мы это потом обсуждаем. В этом, наверное, главное наше отличие от действительно токсичных людей, потому что токсичные люди, они не будут изменяться. Они будут действительно грубить, хамить, вызывать у вас негативные эмоции и считать, что так и должно быть. Ну и я хочу добавить, Соня, как нас репрезентовала, как просто банду мразей из сериала, ну, знаете, шайку из всегда солнечной Филадельфии. Но на самом деле мы просто очень много времени проводим вместе, действительно, и в какой-то момент появляется напряжение. Хочу сказать, что мы никого не булим, все окей. Если человек показывает, что ему неприятны шутки подобные, или ему какая-то неприятная тема, мы перестаем всегда. Мы всегда спрашиваем, окей, что я над этим пошучу, типа, окей, что мы так говорим, если нет, скажи, пожалуйста. Саша, вот как человек, который, наверное, позже нас с Соней пришёл в коллектив, сейчас у тебя такой взгляд, типа, да, конечно, конечно. Ой, сейчас мы шутили, что Саша почему-то пришла необлитая кофе на запись, говоря про токсик-шутки. Да, я просто каждый раз... Извините, я хрюкнула. Свинка Пеппа, привет. Токсичность, привет, просто. Да, я просто каждый раз, буквально каждый раз обливаюсь кофе, когда иду в офис, и это стало же какой-то традицией. Ну, мне кажется, что в любом коллективе есть шутки, просто они... Вы выстраиваете в коллективе ту атмосферу, когда вы понимаете, что уместно, что неуместно, и могут быть шутки с долей негатива, ну, чёрного юмора, скорее, не негатива. И если всем комфортно это воспринимать, то тут токсичная атмосфера не возникнет никогда. Вы должны понимать, что наше общение сейчас переходит в психотерапию, где мы рассказываем все наши детские травмы. А ещё у нас есть замечательный редактор Настя, которая токсично не шутит, она всегда такая вежливая, поэтому мы обычно всегда часто ей на каких-то общих собраниях хлопаем, говорим, какая Настя молодец, она очень много работает, редактирует наши тексты, и шутим друг над другом. Шутим над тем, кто опять не сдал... Кто там, мразь, которая не сдала Насте текст во время? Ну, если что, мы аплодируем, действительно, беда не шутка, мы действительно аплодируем, потому что Настя у нас огромная молодец, она просто, я не знаю, без неё мы не можем представить себе уже своей жизни, и поэтому, да, мы так, уделяем немножечко ей времени поаплодировать и поблагодарить ей за её огромную работу. Это не шутка, это не какая-то там... Не ирония. Да, не ирония, поэтому всё действительно так. Но давайте поговорим всё-таки о том, кто такие токсичные люди. Мы уже, да, оправдали себя, уже всё про себя рассказали, давайте поговорим про токсичных людей. Очень их тяжело... Радиоактивные люди, если вы помните. Кто такие токсичные люди? На самом деле их тяжело отличить от абьюзеров, потому что это очень часто что-то рядом, что-то вместе. Токсичные люди... Вот я сегодня прочитала вообще про термин токсичность, и Оксфордский словарь его сделал словом года в 2018 году. Потому что это слово употреблялось больше всего в 2018 году. И не только в разряде токсичные яды и так далее, а также токсичное общество и токсичный человек. Ну, а ещё люди очень любят песню Britney Spears. Ну, это 2018 год всё-таки уже там прошёл после Britney Spears. Поэтому, да, эта тема сейчас до сих пор активно обсуждается. Кто такие токсики, да? Мы... Некоторые даже шутят про себя, что я токсик, всё, со мной опасно. И, наверное, это должно насторожить, если человек шутит про себя, что он токсичный. Не общайтесь с нами. Как бы человек чаще всего за шутки выдает какую-то правдивую информацию о себе. Тоже такое небольшое, да? Если он говорит то, что, как Эдвард Каллин, я опасен, не надо со мной встречаться. Да, действительно, ты опасен, с тобой не надо встречаться. Это правда. И убегайте от этого человека. Поэтому, друзья, если вы думаете, что... Если вы постите вот эти мемы в социальные сети про ха-ха-ха-ха-ха, я уже на грани, ну, типа, подумайте, у вас... Вы действительно на грани, надо что-то делать. Да, поэтому, мне кажется, Эдвард Каллин говорит, что от меня невозможно убежать. Вы что, не помните? Тут собрались истинные фанаты сумерек. Я думаю, нам не токсичных людях надо было подкаст записывать. Но на самом деле токсичные люди — это люди, которые используют скрытые виды манипуляции, такие как пассивная агрессия, воздействие на ваши эмоции. Они пытаются действительно вызвать в вас какие-то эмоции, чтобы повлиять на ваше поведение и отношение к каким-то событиям и к самому человеку. Также это люди, честно, которые очень часто используют ту самую пассивную агрессию, которые пытаются... Например, да, Саша, ты так хорошо выглядишь, но я бы, наверное, это не надела. У меня моя любимая, это мне то, что говорят, и думаю, Саше тоже, потому что мы с Сашей два клоуна немного в плане одежды, в хорошем смысле. Ну, то есть одеваемся мы, и я... Как для ТикТока, чтобы понимать. Вот. О, боже мой, ты такая смелая, выйти в этом на улице, я бы себе такое никогда не позволила. Мне такое просто часто говорят, и я вся думаю, в смысле, в чём, в одежде? Ну, а знаете, когда... Ну, мне, конечно, часто говорят, о, боже, Саша, у тебя же два образования, ты такая умная, ты что, правда, работаешь тиктокером? Вот, вот, да. Или ты так хорошо выглядишь для своего возраста? Оболжаю эту фразу. И мне кажется, можно просто хорошо выглядеть, либо не очень хорошо выглядеть. Простите, но мне кажется, у меня лично самая токсичная фраза, может быть, для кого-то это будет сейчас удивительно, но ты нормальный. Вот. Ты спрашиваешь, как я выгляжу, дорогой? Он тебе говорит, ну, нормально. Можешь, это же, это же не значит ничего. Да, кстати, нормально действительно не имеет под собой никакой эмоциональной окраски. И когда нам говорят нормально, ну, то есть это никак, по сути. Это такое... А я иногда спрашиваю, выгляжу я нормально, а когда мне лекции надо писать? Ну, я выгляжу нормальной. Всё нормально. Не, у меня есть токсичная фраза, которая меня в жизни преследует. Это тоже, на самом деле, пассив-агрессив. Сейчас я в кино, как бы, тем, которые вообще не имеют отношения к священным друзьям. Хотя вот у меня очень много было связано такое с друзьями. С некоторым пришлось попрощаться как раз после того, как я как решила с ним поработать. Слушай, да, я вообще тебя воспринимаю как русскую. Ну, если что, кто-то, кто-то меня не видел, я бурятка, я очевидно такой яркой азиатской наружности, хотя в Бурятии считается, что я похожа на русскую. Но девочки не дают солгать мне, типа, я выгляжу как азиатка. То есть, ну, это не то, чтобы... Я не то, чтобы, знаете, там где-то что-то промелькнуло, и есть какие-то вопросы. Нет, ну, как бы, очевидно. Меня во всем мире принимают за китаянку. Даже в самой Азии меня принимают за китаянку, когда я туда ездила. Вот, и поэтому, как говорят, о, боже, я вообще забываю, что ты не русская. И они, таким образом, хотят в их представление. Это такая история про то, что, слушай, ну, у меня нет предрассудков. Я вообще не различаю где национальности. И, ну, если расшифровывать с всех этих колониальных дискурсов эту историю, то про то, что, ну, вот есть вот эти нерусские, у меня к ним отношение. Часто эти же люди шутят про слово на букву Х и так далее. Это про мигрантов, про узбеков и так далее. То есть это вот очень-очень-очень агрессивная позиция. И они таким образом говорят, ну, ты нормальный, ты же не похожа там вот на остальных нерусских. И это, на самом деле, супер-пэссив-агрессив. То есть я с таким тоже часто сталкивалась. Ну, мне кажется, это в целом просто какой-то очень странный комплимент, когда тебя относят к какой-то нации или к какой-то расе сейчас. Это просто смотрится дико. Это очень странно. Ещё про токсичных друзей. Я надеюсь, мы вернёмся к гендерной окраске токсичных друзей. Это вообще большая загадка для меня. Я тоже как человек часто это слышал. Эта фраза, да я вообще не замечаю, что ты девушка. И я такая, я не понимаю, в смысле что? Это как вообще? Ну, типа, ты такая своя в доску. Ты братан. Понимаете, это с двух сторон ножи. Знаете, как вот есть вот этот мем с котом, вокруг которого ножи, и он такой, с одной стороны, у тебя нету этих бабских истерик, бабских загонов, вот этого всего ты не полоскаешь мозг. Ну, то есть подразумевается под этим. И что, типа, ничего себе, девушки там увлекаются такими вещами, с тобой есть о чём поговорить. И я такая, да, это какой-то махровый сексизм. А с другой стороны, это история про то, что... Гермиона, ты же девушка. Я такая, в смысле, да, я девушка, что? Что? Да, это вообще ужасно, конечно. Но от этого тоже очень надо избавляться. И этого в обществе много по разным критериям. Мы слышим вот эту пассивную агрессию, какие-то токсичные абсолютно комментарии. Но если говорить... Подожди, я ещё перебила. А я могу сказать, что я говорила токсик на этой работе. А то, что... Слушай, да ты вообще не ведёшься в этот типичный мужик? Да, простите, извиняюсь перед Алланом, Глебом и Мишей. Сейчас приношу свои извинения. Это был токсик. Но это была шутка, но неуместная. Простите меня, пожалуйста. Я, наоборот, люблю говорить о том, что наши мужчины — это наше украшение коллектива. Ну, это такая, знаете, как... Переворачиваю немножко картинку. Обратчика. Да, ну, действительно, у нас так мало мужчин, что они нам просто... Вообще, видели Мишу? Он такое украшение Глебом коллектива. Конечно. Самое красивое лицо у нас в коллективе. Самый красивый человек в нашем коллективе. Он абсолютно точно. Слушайте, а вот давайте чек-лист токсик сделаем. Ну что, так, пассивная агрессия? Что ещё? Не учитывается ваше мнение. Абсолютно. То есть, условно, вы выбираете, куда хотите поесть. Вы хотите суши. Ваш токсик-друг хочет пиццу, говорит, какие суши, ты что? Это рыба вот эта? Вот это же фу. Это же какая-то уже кринж какой-то есть твои суши. Давай пиццу пойдём поедим. Ну, то есть, вообще, вас не учитывается. При этом вас ещё обесценивают. То есть, у тебя такие... Ты любишь суши? Ты чего? Не надо любить суши. Нет, то есть, когда человек на себя всегда переводит, как я сейчас. Да, да, да. Когда человек на себя переводит, это вот, кстати, рассказываешь, вроде как считаешь близкого друга. У меня была недавно такая ситуация. Рассказываю, что вот, есть проблемы со здоровьем. Такое. Тебе говорят, а у меня вообще-то... Там вообще такое было. Я рекорд Гиннесса поставила, потому как у меня гормоны взлетели. Я такая думаю, ты чем хвастаешься вообще? Это соревнование? Ну, то есть, это есть такое, что у меня должно быть лучше всех, даже если это хуже всех. Я должен быть всегда номер один и переводить на себя все стрелки. То есть, на самом деле, у токсичных людей очень много характеристик. Мы будем видеть различные грани абьюза, в том числе, у токсичных людей. Но это же не психологический термин, это такой бытовой термин про токсику. Ну, больше да. То есть, мы в психологии больше видим абьюзивные отношения, созависимые, тогда зависимые. А токсичность, это больше как действительно обиход такой. Ну, такое собирательное всего опасного для общения. Да, но токсик, токсичный человек опасный. Есть токсичный яд, да, как оксфордский целоварь нам выдает. А есть токсичный человек, а это что-то похоже. То есть, он... После общения с токсичным человеком вы чувствуете себя некомфортно. Во время общения и после вы чувствуете, как будто бы, знаете, вас камнем придавили. То есть, из вас высосали все силы, вы чувствуете какую-то некоторую озлобленность. Да, в момент общения, которое отнимает тоже силы, злость, это очень энергозатратная эмоция. Она отбирает очень много сил, вы чувствуете себя опустошённым, вам неприятно, вам дискомфортно. Иногда даже это бывает такое, что хочется как будто бы помыться, вот прямо смыть себя, вот всё, что ты сейчас вынес от этого человека. Поэтому если вы рядом с человеком каким-либо чувствуете такое, лучше, наверное, прекратить общение. А тут, наверное, ещё чувствуешь себя в первую очередь как-то использованным, потому что, мне кажется, характеристика одна из токсичных людей, которые просто... И для них ваши отношения, они дружеские только потому, что человеку как-то выгодно с вами общаться, и он вот это общение постоянно как-то использует себе выгоду в негативном плане, потому что понятно, что в любом общении мы общаемся для того, чтобы получить что-то, там эмоции, впечатления, но тут человек просто, можно сказать так, по-бытовому хочет чего-то добиться от вас, благодаря этому общению. Да, абсолютно верно. Самоутвердиться. Как минимум самоутвердиться, что... Привет комментаторам. Как говорится в одном моем любимом шоу, за экспертным мнением, пожалуйста, обращайтесь в комментарии. Ну что, Соня, ты ещё... На Соню недавно нас перевели, сейчас мы раскрываем тайны нашей работы. Соню перевели в руководство Яндекс.Зена, это наша горячая картошка, которую мы из рук руки перекидываем. Так что, Соня, ты ничего, ты скоро тоже там посидишь подольше и станешь, как я, с ютубными комментами. Я иногда просто плачу над ними уже. Оттуда можно, знаешь, вот такой токсик яд из экрана выжимать. Зато появляются некоторые идеи для постов. Это как бы такое вдохновение. Понимаете, просто у нас такая работа, что мы черпаем вдохновение из всех наших жизненных ситуаций. Вот элементарно, мы пока тут сидим на подкасте, уже тысячи ещё каких-нибудь идей для подкастов других придумаем, потом будем делиться. Предлагаю почеку. У меня такой вопрос. Вот мы поговорили, у нас подкаст был «Токсик. Друзья». Мы когда эту тему объявили, тут реально была битва за тех, кто придёт на этот подкаст. Я воспользуюсь служебным положением, потому что подкастами условно руковожу я, потому что, скажем так, я руковожу ими в том смысле, что я ставлю все задачи и так далее, и тому подобное. Пишу монтажный сценарий. И нашему звуковичу Лёше. Лёше, привет. Лучше, абсолютно. Прости, что я сегодня опоздала. Так вот. И все очень захотели, всех прям тема это задела. Но у меня вот вопрос очень важный. Нас так задела тема друзей. У нас этот ролик недавно вышел на Ютубе, почему у вас нет друзей. Там просто был какой-то гигантский отклик. Я не ожидала его. Вот у меня вопрос. Мы часто говорим, мы вообще в пространстве говорят, о том, как наносливают отношения с родителями, наносят нам травмы, о том, как не впутаться в отношения с арбузером и так далее и тому подобное. Ну, то есть постоянно об этом говорится. Но я гораздо меньше. Возможно, это моя эхо-комната, где я вижу примерно одно и то же, потому что так или иначе же вокруг меня формируется какой-то круг общения, какая-то лента. Я очень мало вижу про токсичных друзей именно, про абьюзеров друзей. Вопрос, могут ли друзья быть абьюзером и могут ли друзья нанести такие же серьёзные вам травмы, как семья и партнёры романтические? Насчёт, насколько тяжёлая травма, я скажу так. Вот если вообще травмы от наших близких людей расставлять по приоритетам, кто сильнее нас травмирует, то родители, конечно, в первую очередь, потому что они попадают в самый сенситивный наш период взросления. Детство, когда у ребёнка ещё нет никакой, условно, чешуи, защиты, и он такой весь маленький и зависит от этих людей. Поэтому, конечно же, так как родители нас травмируют, друзья нас не могут травмировать, но всё равно могут. Как партнёры, однозначно. Предательства различные. Опять-таки, когда ты доверяешь человеку, он тебе придаёт, рассказывает все твои секреты всем подряд, то, что ты ему доверял. Это очень ранит, это может оставить след, это может стереть всё, какое-то базовое доверие, которое у человека существовало. И, конечно же, я настаиваю на том, что любые отношения могут быть абьюзивными, здоровыми и так далее. Любые абсолютно. И над любыми отношениями в нашей жизни надо работать. Нам кажется, опять-таки, что можно работать над детско-родительскими отношениями и над партнёрскими. А друзья — это так хихоньки-хахоньки. Как говорят, там, родители остаются, партнёр с вами остаётся, а друзья приходят и уходят. Я вам скажу так. У меня такая дружба, что, ну, в принципе, я создаю очень крепкие отношения. У меня самой молодой дружбе моей девять лет исполняется в этом году. Ну, то есть это вот... Я создаю очень крепкие отношения. То есть мы не друзья. Спасибо, я поняла. Я поняла. Мы всегда шутили про это, теперь Соня, наконец, сказала серьёзно. Ему просто ещё в зачаточном состоянии, там Соня ещё не считает. Понимаете, я отвечу на этот вопрос. Лиза, спасибо, что ты его задала. Я отвечу сразу же всем нашему коллективу. Я очень часто и долго думаю о том, в каком статусе наши с вами отношения, потому что они очень-очень пересекаются во многом. И, честно, очень сложно отделить отношения рабочие от дружеских. И мы с вами действительно очень друг к другу открыты, много что говорим, но при этом мы с вами работаем. И поэтому я, ну, как бы... Это очень сложное отношение. Я говорю именно про друзей. Это особая связь. Это особая связь. Ты сейчас говоришь как абьюзер из романтического фильма. Я вас просто очень сильно люблю. Понимаешь, мы не можем быть вместе, но это не просто так, это особое отношение. Такого ни с кем больше не было. Не, я действительно думаю, когда, например, кому-то там рассказываю, ну, условно. И, например, когда я кому-то там рассказываю, там, про тебя, Лиза, про Алену, про кого угодно, я не понимаю, как вас назвать. Ну, я честно скажу, у меня такой ступор случается, потому что, ну, коллега, друг, как вообще, клянусь, я вот с этим столкнулась, я сейчас... Там у меня тоже такой процесс в голове происходит, вот этот вот многозначный. Ну, а я не об этом. Спасибо, Лиза, что задала этот вопрос. Спасибо, что мы это поговорили, разъяснили ситуацию. Я вырежу этот кусок и разошлю в общий чатный. Если что, я не шучу. Итак, я создаю очень крепкие отношения. Действительно, мне очень важно создавать не много отношений таких маленьких, а очень длительные, крепкие отношения с людьми. И мы, например, многие отношения с подругами пережили разных партнёров и так далее. Ну, то есть, честно, они оказались крепче, чем отношения там с партнёрами. И я не могу сказать, что вот с партнёром я буду уделять больше времени отношения с подругой, я забью и там, да, не буду какие-то проблемы обсуждать, какие-то вопросы, которые там, например, мои чувства, переживания насчёт этого, это те же отношения, с которыми мы работаем. Те же отношения, которые заслуживают какого-то отдельного времени, чтобы поговорить, порефлексировать и так далее, которые тоже стоит развивать, если вам с человеком комфортно. Поэтому я за то, чтобы работать над каждыми отношениями. А есть дружеский терапевт как семейный? Я думаю, да, конечно, нас таки мало приходят, опять-таки из-за того, что ну чё эти друзья, ну чё с ними разбираться, ну там весело вам, ну и весело. А там потом разойдётесь, всё равно у каждого семья, дети. Опять-таки в такую проблему утыкаемся, что многие говорят, вот будет семья, дети, уже будет не до друзей. А потом, в частности, женщина чаще всего уходит от друзей, когда рожают ребёнка, и они в какой-то момент, когда младенчество проходит, и они оказываются, что у них никого не осталось. Они остались, муж работает, муж у него, друзья есть, он проходил по выходным тусить, а она с ребёнком. Даже если он сидит с ребёнком, у него всё равно социализация на работе есть, и он выходит из дома. Да, а женщина остаётся одна, и поэтому сейчас я вижу, опять-таки, такую тенденцию, многие молодые мамы стали понимать, что это важно, ну и опять-таки, никто не принуждает гулять с молодой мамой и её ребёнком, но есть люди, которые согласны на это, и тоже находят какое-то пересечение, опять-таки, муж может посидеть с ребёнком, мы помним, что это не домашний клоп, это всё-таки мужчина, родитель. У меня есть как раз немножко, тут хочется сказать, ну, то есть не только женщины с ним сталкиваются, понятное дело, что с процентом соотношения, конечно, чаще женщины, но у меня есть друг, который сидел в декрете, пока жена работала, потому что когда она забеременела, они поняли, что её зарплата как раз вырастет перспективно в ближайшие два года, и его нет, и там действительно такая история, когда он говорит, а вот Поля посидит с дочерью, погнали попить пиво, и что-то такое, погнали в кино, и я как-то раз его спросила, как-то он говорит, ну, я чувствую, что меняется, конечно, немного жизненное ощущение, потому что я себя поймала на том, что я, ну, ребенка надо постоянно как-то отвлекать, ну, взаимодействовать, ребенок же очень завязан, родители, что я стою, и пока накладываю еду ребенку, пою, мама ушла в офис на работу, разными голосами, разными стилями, говорит, когда я дошел уже до Грова, типа, мама ушла в офис на работу, я поняла, что мне надо с кем-то пообщаться, кроме ребенка, и детей на площадке, и их родителей. Кстати, у меня тоже есть такие примеры нескольких пар, где мужчина оставался в декрете полноценно на три года, а женщина уходила на работу, тоже по разным причинам это случается, чаще всего финансовые вопросы стоят остро, и тоже мне это, честно, очень нравится, ну, клянусь, как практика того, что вот эти стереотипы исчезают, что вот только женщина должна быть с ребенком, а мужчина должен быть на работе. Мне кажется, это вообще, в принципе, на пользу мужчинам и женщинам, в том плане, что они как-то решают, ну, и в целом, мне кажется, если у мужчин будет, будут друзья мужчины, ну, то есть, понятное дело, что в проценте отношения, скорее всего, там, в ближайшие годы, десятилетия, будут женщины чаще идти в декрет, но если у вас есть такой пример, как мужчина взял декрет, или мужчина, например, взял хотя бы три недели первые после рождения ребенка на работе, как отпуск, чтобы помочь жене, то это будет, ну, как такой хороший показатель, например. Да, абсолютно. Но мы немножечко укатились с темы, как-то последний этот каст, это все к тем родительства у нас скатывается. спасите течение несет нас скоро 30 лет. 30-летие, да. А у меня вот такой вопрос больше к Соне, наверное, потому что она, во-первых, подняла эту тему, как, Соня, ты сказала, что женщины вступают в отношения и бросают как бы своих подруг. Там, знаете, есть такая ситуация. Ну, да, да, такой, конечно, ну, просто мне кажется, на моем опыте часто встречалось, что женщины, когда, ну, вот ты начинаешь встречаться с парнем, все, он тебе важнее, все на свете, какие-то дружеские связи, которые были, ты теряешь, и, ну, иногда, ну, это уже вообще запредельная ситуация, когда партнер тебе говорит, что ты не должна ни с кем общаться, это понятно, что это как бы он токсичный. Но если возникает такая ситуация, что, например, ты общался, у тебя была подруга, она вступила в отношения, и ваше время, которое вы посвящали друг другу, дружбе, оно резко сократилось. Можно ли это назвать, можно ли эту подругу назвать токсичной, то есть можно ли это отнести к токсичной дружбе, потому что есть такой утрированный, знаете, закон, можно сказать, что говорят, вот настоящий друг, это друг, который вот бросит все свои дела из тебе плохо, прибежит там, оставит своих детей, мужа, родителей, вообще всех, если ты тут плачешь, тебе грустно, потому что ты в очередной раз поняла, что ты не будешь вместе с Эдвардом Каллином, то он к тебе обязательно прибежит и тебе поможет. Вот если человек этого не делает, это можно его отнести, что он токсичный друг? Боже, я поняла, что я не буду с Эдвардом Каллином никогда, боже мой. я бы заменила друг на спасатель, что настоящий спасатель это тот, который бросит все, чтобы пойти вас спасать. Ну, нормальный человек со здоровой психикой, у которого нет синдрома спасателя, он в первую очередь будет заботиться о себе, и у него будут разные приоритеты в разные времена, года, жизни, вообще все, что угодно, и в какой-то момент ваши отношения будут больше в приоритете, дружеские, в какой-то момент партнерские и так далее, это все меняется, но человек в первую очередь должен думать о себе и о своем комфорте, и если человек не бежит к вам по первому вашему всхлипу в телефон, это не значит, что это плохой друг или токсичная подруга, а то, что там появился партнер и стало меньше времени уделять, это довольно логично, так случается, и к этому надо относиться абсолютно нормально, потому что и вы можете вступить в отношения, и у вас станет меньше времени на друзей, а можете наоборот выйти из отношений, станет больше времени на друзей, это все очень меняется, это все очень плавно и нельзя из-за каких-то таких факторов говорить, потому что все, человек абьюзер, токсичный. Мне кажется, здесь очень важный момент, как говорится, нужно по ситуации каждый смотреть, здесь очень важна тема личных границ, правда же, Соня? Да, абсолютно. То есть нужно понимать, на самом деле, что вам окей, кому-то окей, ну кому-то окей, когда вам позвонят, позвонят, я уже правильно говорю? Да, да, понял. Простите. Когда вам позвонят и скажут, о боже мой, все, у меня кризис, и ты понимаешь, что на самом деле из-за истерикой про Эдварда Каллина может стоять финальная точка какого-то долгого кризиса у вашей подруги или у вашего друга, и что если человек вообще так не делал на регулярной основе, то ты такой, ладно, я поняла, сейчас приеду. Ну, как говорится, песни Меладзе и так далее. Но и бутылка вина, там типа вот эта вся скорая помощь. Но при этом нужно понимать, что вам нужно понять, насколько вам это комфорт, насколько это занимает у вас силы или нет, понять, где ваши личные границы, особенно, ну, и с друзьями, и с партнерами, и с родителями, и вот узнать, что такое личные границы вообще, как их проводить, и насколько вообще, как все это делается на умном, психологическом. Можно в нашем курсе про личные границы, которые есть в описании, подкасты, которые можно посмотреть за 7 дней бесплатно, не вступив с нами в дружеские отношения и подписки, хотя они очень выгодные, стоят всего 199 рублей в честь нашего дня рождения, и 1990 в год это больше 200 курсов, буквально на любую тему, от личных границ до здоровой спины и аниме. Так что переходим по ссылочке в описании, как те друзья, которые пишут, поставьте лайки. Кстати, про личные границы хочу добавить, что действительно очень важно понимать, готов ли ты сейчас поддержать друга. Да, подруга страдает, её бросил Эдвард Каллен опять виртуальный, но насколько ты готов? Это очень важно. Если ты, представьте себе, у вас был тяжёлый день, эмоционально насыщенный, вы выжаты как лимон по своим причинам, может быть, вы проект защищали, может быть, весь день тиктоки снимали. Ну, условно. Это эти твои тиктоки, Саш. Ну, нет, это действительно очень вот шутки шутками, а мы снимаемся постоянно в тиктоках, и я вам скажу честно, это довольно энергозатратно. Да, можно я тут вклинюсь? Саня, сейчас пошли жалобы белых людей. Да-да, я тут вклинюсь, потому что я работаю из дома в основном, как и многие из нас, и как выглядит моя работа? Я лежу на кровати с телефоном либо с ноутбуком и монтирую просто несколько часов подряд все наши видео. И, естественно, когда на меня смотрит мой молодой человек или он к нам приезжал, а когда его мама, то у них складывается впечатление, что я просто ничего не делаю. И потом, когда они говорят, что там вдруг, или мои друзья там говорят, что, может быть, там встретимся, может быть, проведём время как-то прикольно, а я настолько устала и думаю, боже мой, я выдохлась. Они такие, ну, как выдохлась? Ты же просто лежала на диване. Не на заводе работаешь, не на заводе. И не как айтишник не сидишь на тысячи созвонах, чтобы сказать, о, ну, это за релизом на следующей неделе, а не сегодня. На самом деле, и я со своей профессией тоже часто сталкиваюсь с тем, что ты что, ты сидишь, молчишь, людям киваешь, что ты устала? Соня, ты сидишь там в голове про это вратикально думаешь и киваешь на своих сессиях психологических. А что? Соня, если что, просто ведёт практику психологическую, что то, знаешь, люди подумают, ну, слушай, чем ты там занимаешься. Люди подумают, что ты только анализируешь смешариков. Да, смешариков я тоже анализирую. Это очень большая работа. Вот, ну, смешно, конечно же, но для того, чтобы написать два текста по смешарикам, я посмотрела всех смешариков. Я их посмотрела не так посмеяться, какие-нибудь философские мысли подчеркнуть. Я выписывала просто серию, время, что происходило, переписывала диалог. Это большая, огромная работа. Соня, я за выходные пересмотрела «Аватар. Легенда. Банги». Сочувствую. Нет, нет, мне понравился сериал, хороший сериал. А, я думала, я про «Аватара» думала эти, Кэмерона. Я про него тоже писала. Я просто про то, что... Это, кстати, история ещё про ваших друзей, которые обесценивают вашу работу. Работа бывает разная, это выбор каждого человека, и если человек не пытается сказать вам, ну, я почти кто-то монтировал, а ты там всего лишь что-то там в офисе сидишь. Ну, я условно, я условно, Саша, что ты так не делаешь. Но в целом обесценивать работу другого человека это супер токсик. У меня есть проблема. Многие... Меня поддерживают много моих друзей, правда. Мои друзья меня поддерживают. Они меня репостят. Они все репостят нас, типа они всегда пишут комменты и так далее и тому подобное. Это очень приятно, что они говорят «Лиза, классно!» Но при этом я слышала пару высказываний, типа «Ой, ты нашла всё-таки работу!» Мы думали, ты никуда так и не пристраиваешься со своими образованиями и так далее. Но это были не друзья, скорее там люди из компании моих друзей. Но есть супер обесценивание нашей работы. Мы работаем с контентом. И я думаю, все, кто работал с контентом в СММ, с этим сталкивался. Поскольку у всех есть социальные сети, у всех есть социальные сети, люди считают, что они... Ну, как бы то... Это лёгкая работа. Ничего там, посетишь в Инстаграме, типа видео на YouTube заливаешь. Я же тоже смотрю ютуберов. Вам всегда дают непрошенные советы. Ну, по крайней мере, я с этим сталкиваюсь, что люди дают мне непрошенные советы и комментарии по поводу моей работы, о том, что нужно сделать, о чём можно рассказать. Так вот, если у вас есть знакомый, который работает в сфере, которая, как вам может быть, кажется понятна, например, там, визажистом или в офисе, или что там ещё, пожалуйста, не давайте комментарии по поводу его работы. Я понимаю, что есть действительно... Я не говорю, что у нас самая сложная профессия на свете. Я так не считаю. Я считаю, что нам очень сильно повезло. И нам повезло буквально. Это не то, чтобы я всего сама добилась, и жизнь так складывается, что есть ошибка выжившего. Но если человек работает, это... Ну, он молодец и так далее. Если это не связано с криминалом, это не незаконно, то вы не имеете права никак осуждать его работу в целом, что бы он там ни делал. Даже если это кажется вам неприемлемым. Абсолютно точно это... Обесценивать чужую работу, какая она ни была бы, это ужасно. Я часто слышу истории про то, что обесценивается работа людей, которые работают в офисе, хотя вообще работать в офисе, это на самом деле не подарок. Часто слышу обесценивание людей, которые работают... Работают... Ну, знаете, там кто-то занимался хобби каким-то, условно, шил одежду и так далее. Говорят, ой, да ты же свое хобби сделала. Типа, что там? Ты должна всегда наслаждаться. У меня есть знакомые, которые работают в сфере кино, и тоже говорят, ой, да у вас там один сплошный праздник. Ребята, я хочу вам сказать, нет, это не сплошной вечный праздник, это, конечно, кино о волшебных сонах, сладкий сон, как поется в песне, но вообще это очень сложная сфера, и когда работа связана часто с каким-то творчеством, тоже происходит обесценивание, счастливые пишут, вот они там жалуются, люди за 5 тысяч рублей работают в шахте. Я прекрасно понимаю, что это ужасные ситуации, есть там, недоплачивают учителям, врачам и так далее, но не я лично у них эти деньги отбираю, и не тот человек, который работает в офисе, или не тот человек, который работает в IT, например. Ну, то есть, вот человек говорит, ну, эти айтишники зажрались, нет, айтишники зажрались, я согласна, я первый человек, который говорит, они зажрались, но на самом деле, мне кажется, когда вы человеку такое в лицо высказываете постоянно, это, ну, вы просто завидуете. Да, вот у моей подруги, кстати, есть ситуация, она работала HR, и потом ушла в декрет, и сейчас уже, ну, ребенок вышел за возраст декретного отпуска, но она не вернулась на свою работу, она начала заниматься, ну, она байер, она перепродает, там покупает сумки, и она занимается этим, ну, практически полностью свой декретный отпуск, и вот сейчас до сих пор она организовала свой шоу-рум, и все равно ее там родственники, какие-то люди, с которыми она еще из другого города, с которыми она, с которыми она не общается так близко, они у нее спрашивают, а ты когда на работу ты вернешься? Ты что делаешь-то? Ты же, все, декрет-то закончился, да, да, и она такая, ну, я вообще-то работаю, но для них это просто, вот ты выкладываешь сумочки в Инстаграм, мужчинам часто говорят, ну, девушках часто обесценивают, в принципе, что-то там работать можешь, ну, что-то там. Ой, а можно я расскажу про комментарии в Яндекс.Цене? Да, Больное просто. Какой-то человек, человек написал о том, что женщины могут притворяться и быть офисными планктонами, но они не работают, понимаете, они просто притворяются, потому что где нужна физическая сила, где там в цеху, еще что-то, женщины просто априори работать не могут. Передом прием всех, всем женщинам, которые работают на заводах. Я знаю таких очень-очень много. Вся история 20 века в Советском Союзе, типа такие, ну что, мы для вас какая-то шутка. Да, и закончил он свою речь тем, что генетически современные женщины просто не приспособлены к трупу, потому что они не могут брать на себя ответственность. Где мое социальное пособие, как генетически не приспособленные? Преспособленные. Какие-то юродивые, получается. Да. Ну, так вот, а у мужчин есть обратная история, я вот часто друзей и парней это слышу, о том, что, ну, ты же мужик, что это тоже несерьезно, у тебя что-то там, типа, вот там кривляешься, если это какая-то работа, связанная с креативной сферой, или, ну, что-то там серьезную, нужную профессию какую-то сделать, или еще история про то, что у тебя зарплата такая маленькая. То есть девушкам реже говорят про маленькую зарплату, потому что все считают, что у тебя есть запасной вариант выйти замуж, и все будет окей. Нет, ребят, это вообще не работает. Это очень сложно, если что, это не так просто, как вам кажется. Я вообще считаю, что вот путь выйти замуж за богатого партнера, это гораздо сложнее, чем просто работать. Ну что, бахнем чайку. Токсик-друзья – это те, которые считают, что они лучше тебя все знают, что они считают, что твой партнер тебе не подходит, что у тебя с родителями неправильное отношение, что у тебя с другими друзьями неправильное отношение, с работы неправильное отношение. Если не было никакого запроса, вы не имеете права такое чайку говорить. Это, знаете, я, например, не люблю выкладывать никогда всю жизнь, я не афишировала свою личную жизнь. То есть, ну, если там не в компании друзей, где все знают партнера, которые у меня на данный момент есть. Вот. И у меня никогда за всю историю моих социальных сетей в контакте 2006-2007 года никогда не было никаких отношений. Ну, то есть, они никогда не появлялись. Я спешечку не ставила, да? Да-да. То есть, я из тех людей, которые... А, нет, ставила однажды. Я отдыхала в лагере крутом в океане. Всем, кто был в океане, то вы знаете, что океан – это я, океан – это мы. Это лучшие люди страны. Да, все поймут, кто был в этой секте. Вот. И я там познакомилась с офигенным парнем, который играл на бассу в МРО группе. Тогда это считалось круто. Им поставили друг друга спешечки, чтобы я вернулась в свой город и выпендривала, что я летом замутилась крутым пацаном. Ну, на самом деле... Я думала, тут спешечка с океаном будет сейчас. Да-да-да. Но, на самом деле, мы, раскрою секрет, мы тогда Сережу не замутили, мы просто не договорились так сделать, чтобы замутилась другим пацаном, но никто о нем не знал. Как же ставить СП с лучшей подругой? А-а-а, да-да, кстати говоря. Подождите, ну, как же ставить СП все сложно? Когда вообще все очень просто. Блин, на самом деле... Когда ты просто ходишь в седьмой класс, и все. На самом деле, все сложно. Это ко мне спрашивают кем-то Севиш через пять лет. Нет, я такая, все сложно. Ну, так вот, я никогда не афиширую, типа, ну, вот я такой человек, который... Ну, у меня сложно с романтикой. Ну, то есть, правда, сложно. Я такой мистер Биг из секса в Большом Горнике. Вот. И даже не мистер Биг, но в целом я такая... Ну, типа, мне не то, что некомфортно, но это мое отношение к этому. Но у меня есть подруга, которая недавно начала встречаться с парнем, и она выкладывает очень много фоток, что они вместе, они счастливы, типа, они реально крутая пара. Это я? Нет, нет, Саша, нет, нет, Саша, кстати, смешные сторителлинги в своих соцсетях делает, где она нашла у своего парня, у своего парня какую-то брошку с работы и думала, что это кольцо, что это кольцо, и там был долгий старый танк, что это коробочка, это кольцо или что. Нет, у тебя смешные истории. Она просто выкладывает фотки, где они там обнимают, целуются, типа, а мы тут вместе, а мы тут вместе, там. Это я? Ладно, я так не... Да прекращайте! Соня, ты вообще ничего в соцсети не выкладываешь. Ты раз в сто лет что-то выложишь, и ты такая, о, что-то в лесу сдохну. Соня выкладывает, я психолог. Я такая, простите, простите, что нашла на вашу страничку. Нет, нет, я люблю, что Соня ещё выкладывает Мы просто не входит в список лучших друзей, как вы понимаете. Через 8 лет. Да, Соня добавит на список лучших друзей в своих вот постингах. Так вот, и она пожаловалась, что другие наши знакомые ей пишут, типа, а, чё, да ты серьёзно, фу. Ну, в смысле, вот на. А там, правда, такая достаточно притерная картинка. Ну, знаете, что, ну, как бы я как угодно могу относиться к постингу в соцсетях, иногда пошутить про пару, которая сначала выложила фотосет, знаете, типа, вот этот вот романтический фотосет. И я отношусь к этому очень иронично в романтический фотосет, а потом через неделю они расстались, и ты узнал там такое. Но я хочу сказать, что это вообще мне не должно касаться. Типа, если меня не спросили, как я отношусь к тому, как они там сосутся у себя в соцсетях, то... Или то, что, ну, как бы, мне не должно, если человеку приносит эта радость, я скажу, супер, поздравляю. Ты как люди женятся, заводят детей, я сейчас, там, не знаю, покупают машины, и я говорю, вы молодцы. Ну, то есть... И пускают шарики в небо. Да, да, да. Ну, то есть у всех есть вот такая штука, к которой вы относитесь, типа, и вы своим партнёром или лучшим другом, подругой, такие, ага, смотри, что Дашка учудила. Ну, в целом, да. И вы такие... Все сразу подумали про Зуеву Дашу. Я пришла сюда для того, чтобы рассказать эту историю, и я, мне кажется, готова рассказать эту историю. Короче, когда мы обсуждали про этот подкаст, то, что будем говорить про токсичных друзей, у меня прямо флэшбеки случились. Я вспомню одну историю. Я была в детстве, в начальной школе, подруга. Она была из очень обеспеченной семьи. Я жила в Перми. Вы понимаете, что в, условно, в начале 2000-х Пермь была не самым богатым городом, и там, конечно же, мало кто жил хорошо. У нас не было даже торговых центров. А кто в России в начале 2000-х, кроме Москвы и Питера, жил хорошо? Ну, вот я для петербуржцев москвичей говорю это, поэтому, да. Ну, типа, у нас есть магазин был, это центральный рынок. Ну, все там одевались. Ну, не было вообще вариантов никаких. На картонке. Да. Я дружила с девочкой из очень обеспеченной семьи. У них там Дольче Габбана были, вот это вот все, что как бы для Перми это было вау, конечно же. И я постоянно ходила к ней в гости. У них была двухэтажная квартира, такие все резные потолки, позолото. Мне там, конечно, очень нравилось. Как у Гены Букина, да? Блин, да, кстати, до сих пор загадка, как он на зарплату продавца обуви это все содержал. Ладно. Ди-ди-ди. Мы жили в обычной квартире, у нас, причем, нормальная квартира была, трехкомнатная, нас очень много в семье, очень много нас пятеро человек, но в любом случае обычная квартира на стене ковер, все нормально, все по канонам, как бы так. Скрипо. Да. То есть мы не были бедными. Я это понимала, но я всегда ходила к подруге и потом к один день позвала подругу к себе. Я ее позвала, она приехала, она просто разрыдалась, она начала очень сильно плакать и просила ее забрать. Она позвонила родителям, попросила ее забрать отсюда, потому что, ну, типа, тут ужасно. О, господи, я чувствую запах бедности. Да-да-да. Это какая-то шутка для бедных, которая не поняла. Она просто, не-не, она достала свои маршал-наушники, такая, я не слышу звуки, я не слышу ваши бедные звуки. И, да, ну, то есть, я, мне было очень обидно. Я, честно, я тогда такая думаю, блин, мы что, бомжи, что ли? Ну, то есть, маленький, я была маленькая, я не понимала, я думала, ну, обычная квартира. Да, у нее крутая, но у меня обычная. И когда она заплакала, она еще забилась в угол, она так плакала, и так было плохо. То есть, прямо реально, ну, это прямо жуть. Это мне отпечатывается так в голове, я еще долго думаю, боже, что с нами не так? Мы что, бомжи? Представляешь, какая у нее психотравма последовательная? Да-да, она столкнулась с бедностью. На самом деле, это девочка, которая, в итоге у нее был первый айфон в нашей школе, и мы считали, что она просто, такая, как сказать там, жадная бич, которая нам не хочет по их порту передавать музыку. Я прекрасно понимаю, что мы были детьми, и, да, девочка не видела просто другой жизни, ее обвинять тут не в чем, конечно же, но это была травма и для нее, и для меня. Ну, а если фоксик, друзья богаче, чем ты, и эксплуатируют свои деньги, ну, для того, чтобы манипулировать? Я думаю, все видели такое в школе, в универе, есть какой-то персонаж, это персона, у которой есть деньги, и она собирает вокруг себя людей, и прям очень мощно манипулирует ими. Что делать в таком случае, если вас затянуло в эту воронку? Выходить, потому что чаще всего, опять-таки, если человек считает, что за деньги можно купить друзей, то этот человек не понимает, что такое истинная близость, дружба, открытость, доверительные отношения, потому что есть, ну, условно, он покупает, да, то есть считает, что может купить айфон, и ты будешь со мной дружить. Это не про дружбу. Я бы согласилась. Да, я бы согласилась, конечно. Простите, я из небогатой семьи. Соня, хорошо, а вот что делать, если, ну, люди используют тебя как, наоборот, денежного донора? Знаете, вот эти друзья, которые, даже вы можете быть не очень богатыми, которые вечно у тебя стреляют, деньги не возвращают, которые стреляют у тебя, там, не знаю, вещи не возвращают. Ну, думаю, вы поняли, какого типа я друзей говорю. Лиза, всё просто. Не давай деньги и вещи. Я, честно скажу, не хочу хвастаться, ничего не хочу, это такая просто, но я довольно часто могла дать людям там книжки свои взять, а у меня коллекция книг, которые я вот храню, для меня важно, что я прочитала. Блин, я сейчас так больно стала, простите, пожалуйста. Я в какой-то момент, чтобы вы понимали, извини, что перебила, просто у меня есть на телефоне альбом, где мои друзья сфотаны с книгами, которые они забрали, потому что, я не знаю, Соня, это было, но у меня достаточно много книг, ну, то есть, это прям, действительно, мне кажется, много, при том, что это книги, некоторые достались мне на следствие, те книги, которые я собрала просто за время учёбы в универе. Это очень большая коллекция, помимо художки, по кино, по философии и так далее, и у меня стали пропадать деньги, а многие из них я тащила из иностранных поездок, потому что они просто не продаются в России, и я типа ехала специально, условно, с одними трусами и зубной щётки, чтобы в ручную кладь, потому что денег хватило только на ручную кладь, увезти книжки, или там заказывала с Амазона за гигантские деньги. Некоторые книги просто уже не купить, я их ловила по букинистам, ну, по старым книгам, и на специальных сайтах заказывала там последнее, блин, существующее издание Мамардашвили, Апруске и так далее, и эти книги пропали. И я не могу их выловить. Очень больно. это огромная боль, вот я так делала, ну, наверное, в школьном возрасте я давала книги, и мне их потом возвращали, знаешь, когда корешок оторван, книги разорваны, там, каких-то страниц не хватает. Таких людей надо изолировать от общества. Да, я понимаю, что это очень больно, я не даю книги, вообще нет, ну, то есть для меня это, у меня есть своя коллекция, у меня действительно, у меня есть некоторые книги, там, например, Фрейдка, там, ещё буклет такой прошлого века, ему уже сто лет, там, есть книга, которая сейчас не выпускает, это Карен Хорни, невротическая личность нашего времени, я её просто урвала практически последнюю в старом переплёте, она такая, жёлтая страница, ну, как можно такое отдать, я просто не понимаю. И я, ну, опять-таки, ты сама должна оценить, какие у вас отношения с человеком, и сможет ли он тебе действительно отдать это то, что он на тебя взял. Всё-таки ты не банк, ты не деньга, да, микрозаймы. Ну, там просто вся такая драматическая, я уже перестала так делать, но я думаю, сейчас сталкивались на всякой драматической истории, эти люди как-то выжимают из тебя, ты чувствуешь себя мразью, если ты это выжимаешь. Да, они потому что используют манипуляции, не ведитесь на манипуляции, опять-таки, вас затаскивают в эти манипулятивные игры, где нету просто выигравшего. Вы будете либо спасателем, который спасёт, либо агрессором, который не дал денег, и вот человек пострадал. Поэтому лучше просто скажите то, что, извини, у меня нету денег лишних для того, чтобы тебе одалживать, и всё. Если человек адекватный, если это ваш хороший друг, вы, с этим у вас с ним хорошее отношение, он поймёт. А потом ты постишь, как я вчера, про кофе за 500 рублей каждый день. Это твои деньги, и ты не должна чувствовать стыд за то, что ты купила себе кофе за хоть тысячу рублей. А, кстати, ещё по поводу денег, история. Когда люди навязчиво спрашивают, сколько вы зарабатываете, куда вы тратите, и, типа, не понимают, откуда ты берёшь деньги. Мне как-то подруга сказала, не понимает, как ты себе можешь это позволить. Типа, ты же вот не так много зарабатываешь. Я такая, а тебе какая разница? Может, я бы лыбками, типа, вообще тебе какая разница? Я же не у тебя эти деньги беру. У меня есть трэш-история. У меня была с самого, ну, с юности подруга, и, ну, нам было... Мы дружили с подросткового возраста, и, естественно, мы дружили, потому что мы оказались в одной компании девочек, но почему-то, сейчас для меня загадка, почему мы стали очень плотно общаться, и это был человек, который постоянно искал выгоду какую-то, в отношениях, и человек, который, знаете, если... Вот ему обязательно нужно самоутвердить... Если он находит нового друга, если этот человек находит нового друга, то ему нужно самоутвердиться за счёт другого друга. Знаете, как в детстве было давай дружить против кого-то, вот тут почти то же самое, вот ты почему-то сближаешься с каким-то человеком, но при этом говоришь какие-то ужасные истории или рассказываешь какие-то секреты про своего другого друга, и в какой-то момент была ситуация, что эта подруга начала рассказывать какие-то мои секреты, и мы с ней разошлись, долго не общались, но потом у неё была там трудная ситуация в жизни. А ведь можно пойти на подкаст и безумён рассказать об этом на всего огромной аудитории. Как мы делаем. Да-да-да. Ну, у неё была тяжёлая ситуация в жизни, и я решила, что мы должны снова общаться. То есть мне стало, я понимаю, что тут, наверное, я в каком-то плане была в роли спасателя, потому что мне казалось, что вот с человеком что-то никто не общается, все бросили, а вроде бы у нас раньше были хорошие отношения, и столько времени прошло, человек по-любому поменялся, будем вместе общаться. Мы общались какое-то время, но всё закончилось ужасно, потому что этот человек нашёл себе опять новую подружку и зачем-то начал перевирать какие-то мои слова про эту подружку и настраивать эту подружку против меня. А эта подружка была... Очень-очень сложная схема. Да-да. И эта подружка пришла ко мне, знаете, я была уже как бы достаточно, мне казалось, взрослая, мне было около 20 лет, и она пришла ко мне, она была старше меня, беременна, со своим младшим ребёнком, маленьким, чтобы как бы назначить мне стрелу. Представляете, на тот момент я уже думала, что такого, ну, как бы, не существует, ну, как бы, если она беременна с ребёнком пришла назначить тебе стрелу. А это очень мудро, потому что по закону Российской Федерации любая агрессия в сторону беременной женщины это наказуемая история, даже если беременная женщина напала на вас. Да, это для меня был полный шок, потому что, ну, то есть, она пришла, считай, семьёй ко мне домой, и стала говорить про то, что вот она сейчас меня будет бить за то, что я что-то про неё говорила, что я не говорила. И, ну, знаете, как в таких ситуациях бывает, то есть, там человек пришёл уже с агрессией, она хочет подраться, для меня это всё было как будто как в каком-то... Она на большом сроке была, мне интересно. Да, у неё было уже пузо. Я не помню точно, какой срок, но как бы пузо уже было. И, ну, всё решилось тем, что она просто сказала, что если я что-то ещё про неё скажу, что я не говорила, она прямо придёт и реально будет меня бить. Я говорю, ну, даже если бы я могла опуститься до такого уровня, чтобы с кем-то драться, то, ну, естественно, я бы не выбрала себя в спарринг-партнёра, беременную женщину с её маленьким ребёнком, который стоит рядом. Она сейчас ещё родит, и будет у неё ещё один спарринг-партнёр. Да, да. Знаете, когда пришёл с своей братвой? Короче, это был абсолютный сюр, и после этого мы просто перестали общаться с этой моей подружкой бывшей. Удивительно. И, честно, начало истории звучало, как я подумала, блин, что за норме с историей? Ну, как, да? Ну, поверьте, финал стоил того. Да, да, я специально, знаете, как в книжках учат, что самое горячее напоследок оставлять. Вот я рассказала. Ну, мне просто как бы кажется, что тут даже мнение психологи, психолога, избыточная. Что мне вам рекомендовать? Нет, а если твой друг регулярно выбалтывает твои секреты, давайте про это поговорим. Мне кажется, многие с этим сталкиваются. Слушайте, да, есть такое. И, опять-таки, важно, во-первых, оговорить, что это секрет, и я не хочу, что ты с кем-то делился, потому что некоторые не понимают этого и думают, что... Ну, если рассказали, значит, это какая-то открытая информация, которую можно делиться и дальше. То есть тут есть такой момент, что вы должны сами проговорить через рот, что это секрет, и я рассказываю только тебе. И если всё-таки происходит такое, то вы просто делайте выводы. Ну, что вы ещё можете сказать человеку? Поругать его? Отругать? Пошлёпать? По попе искать? А я-я-я и так нельзя? Ну, это взрослый человек, вы его не переучите. Не, ну, можно сказать, мне было очень неприятно. Да. Ну, ладно, давайте так. Человек может болтнуть по глупости как-то ещё, мало ли бывает. Знаете, я была в ситуации очень кринжовой, где мне казалось, что другой человек тоже знает этот секрет, потому что наша общая подруга с ним тоже делилась, но там была сложная схема. Я сейчас не буду вам пересказывать. Было А, Б, сидели на трубе, но в итоге А упала, Б пропала, там осталась только я. Но суть в том, что... Крайней. Да-да. Ну да, я осталась крайней на трубе, потому что я думала, и она так говорила, что вот этот человек знает, и я обмолвилась об этом и попала в такую историю очень некрасивую, в переплёт. Ну, я не знаю, мне, наверное, так задела эта история, потому что я очень люблю рассказывать трешевую историю про своих друзей, вы знаете, я постоянно их рассказываю, я рассказываю их без имён. И вот недавно моя подруга, что она услышала свою безымянную историю, которая прошла круг, и такая... Я такая, как неловко, простите меня, пожалуйста. Я рассказала в качестве какого-то стендапа, я же не назвала имён, конкретных дат и географических точек. Но я с этим работаю. Да. Но действительно, если человек рассказывает, ну, опять-таки, я бы задумалась на то, насколько можно доверять этому человеку, если вам важны какие-то... Ну да, у нас не так часто появляются секреты, которые, ну, условно, никому, только никому, вот только тебе расскажу. Чаще всего мы рассказываем просто какие-то истории о себе, которые не носят какой-то секретности. Но если для вас прям секрет, который для вас важен, выдали, то лучше рассказать, конечно же, о своих чувствах, переживаниях. И если человек такой, да, ну, начинает обесценивать, да ну тебя, это что, ерунда, вот там у моего деда что-то там нога сломалась вообще, ты вообще фигней страдаешь, то лучше задуматься о том, насколько этот человек вам близок и насколько он вам не дорожит. Предлагаю почеку. Ну, у меня, на самом деле, мне кажется, могла бы записать отдельный подкаст лишь истории про моих друзей, потому что я такой человек, у меня как-то вынесено, наверное, в сферу дружбы очень много части из романтического партнёрства и из семьи. Сейчас я объясню. Я не то, что там, знаете, у меня сплю со всеми своими друзьями, что-то такое, чтобы странно не звучало. Я просто про то, что... Ну, май! Да-да, время секретиков. Нет-нет, это мысли не так. Хотя уже люди сделали выводы, такие скажут, ха-ха. Но суть в том, что у меня... Я очень сильно всегда верила в большую дружбу. Вот знаете, люди верят в любовь до гроба и мечтают о свадьбе или как встретят партнёра и так далее. А я верила, что у меня будут друзья до гроба, как в книжках, что у меня будут такие друзья, с которыми мы спасём вселенную и так далее. И я очень сильно верила, что если вы друзья, то это вообще, то есть ты конца жизни, это типа бро, это вообще типа и в огонь и в воду. И у меня было такое очень-очень к этому отношение, ну, мне кажется, нездорово перегретое. То есть я ни разу не попала в абьюзивные отношения с романтическими партнёрами. Вот я вся такая, малыш, малышка, как бы вот тут граница, я пошла. А вот с друзьями я просто выходила из одной абьюзивной дружбы в другую дружбу. Вот честно. Вся моя... Я вот типа сейчас это понимаю, когда я постарше стала. Истории про моих друзей, этой истории про то, как я взрывалась в 3 часа ночи на чужие истерики. О том, как моя подружка соврала, что она совершила суицид из-за парня. Я звонила этому парню, уговаривала с ней пообщаться. Она соврала. У меня была подружка, которая, как оказалось, потом у меня наркотическое расстройство личности. И вот она-то хорошо меня прогазала, тело вообще прутюжило, прокатала. Я как-то раз сделала для неё огромную домашку во время сессии по литературе. Приехала к ней на трамвай с другого конца города. настроение. Она сказала, что-то криво написала и закрыла передо мной дверь. А я думала, у неё переночую, потому что я ехала к ней из... Ну, не знаю, люди из Питера поймут с Гражданского проспекта вглубь Коменды. И я как бы, слава богу, я успела бы там, типа буквально каким-то чудом выехала. Выехала в автобус, я доехала до метро и уехала обратно. Но в целом экспириенс так себе. И она постоянно... То были супер друзья и тусовались бесконечно, то она мне не отвечала, не писала. Постоянно мне говорила, типа, что... Ну, это же Лиза, она что-то пая, что-то такое. Типа, это же Лиза, она странная. И я такая просто фига. Что было в моей голове? Мне казалось, мы супер друзья. Знаете, как-то мы перестали с ней общаться? Она в один момент просто перестала мне отвечать везде. Но я была гордая, я не стала ей писать, потому что я видела как множество раз она как-то ужасно как бы манипулировала всей нашей компанией. Мы все, типа, были вот как-то в ненормальной зависимости от нее. Она переставала общаться с каким-то человеком просто по щелчку. Вот вчера, типа, все, типа, просто проживем всю жизнь вместе по щелчку, а потом такая, мы с этим человеком больше не общаемся, с Катей больше не общаемся. И все переставали общаться с ней. Вот, но поскольку у меня очень много друзей, я, типа, супер общительный человек, я как бы не сильно от этого пострадала, потому что у меня остались друзья вне этой компании, а были эти люди, которые оказались изолированы вообще после этого. Вот, она, кстати, была фотограф, я занималась косплеем, она запрещала мне фотографироваться других фотографов. Всегда выясняла, куда и с кем иду. Ну, то есть, а потом вот по щелчку исчезла. Но я думаю, это было к лучшему. Короче, все, что я хочу сказать про долгую историю Лизы, это то, что если вы чувствуете, что вам становится дискомфортно, не думайте о других, думайте о себе. Если вам дискомфортно с этим человеком, прекращайте общение. Будет, да, если вы хотите сделать нормально, не просто прекратить общение и все, не отвечать на... Вы скажите, что я чувствую дискомфорт некоторым, мне не стало неприятно, я как бы хочу прекратить с тобой общение. То есть поговорите честно с человеком. Но просто мы у себя в жизни самое главное, и надо об этом помнить. Я считала, что другу надо последнюю рубашку отдать. Вот мне кажется, что нужно еще запомнить о том, что ты не виноват, что ты не хочешь общаться с этим человеком. Потому что общество, общие друзья, если этот человек строит себе жертву или реально страдает, возможно, даже если он реально страдает, за то, что он лишился вашей дружбы, но вы не хотите с ним больше общаться, вы не обязаны общаться, если вас уговаривают или если он в позиции жертвы находится. Да, абсолютно. В первую очередь думайте о себе, потому что пообщайтесь. Общество говорит вам от этого что будет. Вам будет комфортно, вам будет классно. Нет, скорее всего, вы будете чувствовать какой-то дискомфорт. Мне просто хочется, чтобы никто в компании общих друзей не хотелось. Сейчас я помягче, не спорила, не конфликтовала, я всё время всех мирила и так далее. А потом я перестала. Ну, потом я перестала, в какой-то момент просто кончился заряд какой-то и теперь я такая... Но в целом мне всё равно тяжело бывает иногда. Я чувствую, что я, по-моему, пообещала в дружбе людям больше, ну, своим поведением приучила их к тому, что я вот такая по щелчку появилась и сейчас, когда я там пропадаю на работе или что-то ещё, люди обижаются, но я прям такая я не буду, я не буду везти на это. Нет. На самом деле, хочется сказать о том, что любые отношения, они начинают заканчивать, то есть у любых отношений есть начало и конец. Как писал Ирвин Ялом, это цитата, он называл, мне кажется, у Фрейда, это всё психологи, психоаналитики, великие люди, психологи. Мы рождаемся, умираемся и умираемся. Как говорила великая Купо Шанель, мы умираемся завтра. Мы рождаемся и умираем в одиночестве, то есть все люди, которые есть в нашей жизни, это люди, которые пришли к нам и ушли. Друзья, партнёры, родители, мы прекрасно понимаем, что в какой-то момент наши отношения... Я буду дружить с своими подругами и друзьями, как Силар Мун, даже в следующей жизни, ты что, не понимаешь? У меня такие установки с детства были. И просто надо понимать, что вы единственный человек в вашей жизни, который никуда не уйдёт. К сожалению, иногда я думаю, что лучше бы есть, как-то что-то поменялось. Поэтому в первую очередь надо думать о себе, о своём комфорте и ставить приоритет именно себя, а не друзей и родителей и так далее. Конечно же, бывают ситуации, например, кто-то заболел из ваших близких и приходится немножечко пожертвовать своим комфортом, всякое бывает, но это такие ситуации... Иногда случаются, такая ситуативная вещь, в основном, вы должны быть первой у себя на первом месте. Это не должно быть нормой просто. Да. Хорошо. Итак, а что вам может помочь в том, чтобы поставить себя на первое место и понять, где проходит вот эта линия? Выстроить личные границы. А знаете, как можно выстроить личные границы и узнать о них, Саша? Я думаю, нужно просто посмотреть курс, который находится у нас в описании подкаста, и сразу поймёшь. Тем более, что 7 дней бесплатно, друзья, 7 дней бесплатно, переходите, смотрите, и если вам понравилось, то можно стереть какие-то границы между нами и оформить подписку за 199 рублей в месяц, вы активируете её на сайте, ну, все понимают ситуацию с картами, вы её оформляете на сайте, ситуация с картами ещё непростая, потом активируете в приложении и на телефоне, и без интернета, в любое удобное время, удобные 20-минутные лекции, вот, типа, тренируйте себя, чтобы не быть такой тряпкой каждый день с друзьями, как я. Проводите личные границы с друзьями. И чтобы не собрать комбы из токсичных друзей, как у Лизы. То есть вы ещё, вы ещё мои, типа, очень-очень не токсик, друзья, поверьте. Я даже что-то о самых стрёмных историях рассказала, я думаю, они не для общественности, там просто участвовали люди, которые слушают подкасты. Сейчас титры участвовали. Секунду, в главных ролях конченый идиот, горячая цыпа. Да-да-да, поэтому, вот я всегда говорила в этих подкастах, что я такая классная, я, типа, не попалась к абьюзерам, а всё потому, что у меня уже есть в абьюзерах друзья. Да-да. Всем друзьям привет, я вас люблю. Ну что, заканчиваем на этом, это долгий, душный подкаст во многом, потому что очень душно в запись в комнате. Это точно. Всё, всем спасибо огромное, мне было очень приятно поговорить об этом, тема очень крутая, честно, побольше, поболтать ещё про друзей, я думаю, поболтаем. Если, кстати, дорогие наши слушатели, предлагайте свои темы, если нам какая-то понравится, самую залайканную мы обязательно возьмём. Вдруг вам что-то хочется, чтобы мы о чём-то конкретно поговорили. Поэтому будем ждать вас в комментариях. Да, если хотите дальше разёртку какой-то про друзей, например, умеет ли женщина дружить, есть ли дружба между мужчиной и женщиной, если вы хотите услышать мои трэш истории, всё-таки какие-то, у меня их много, или Саши, потому что Саша огромный потенциал, то пишите в комментариях, мы реагируем на все ваши комментарии, спасибо большое, что их пишете, даже если вы пишете, что я всех замучила. Итак, послушать можно нас абсолютно на всех подкаст-платформах, то есть, если вы слушаете нас в Ютубе, да-да, мы есть на всех остальных подкаст-платформах, просто, ну, собственно, зайдите на платформу и забейте интроверт на кухне. Ставьте на, пожалуйста, оценки в Apple подкастах, так о наших подкастах узнает больше людей, советуйте друзьям, мимо, что пришлете и скажете вот это да, пипец они странные. Вот, мы тоже это оценим, нам приятно, что вы нас слушаете. Всем спасибо, пока-пока. Пока. Пока.